Приветствую вас! Заранее прошу прощения за звуки, если вы будете слышать какие-то, да, это, ну, как бы не мои звуки, да, это ремонт делается наверху соседей, вот. Значит, смотрите, я вижу несколько проблем, и, как мне кажется, эти проблемы, они не связаны с сексом, да, ну, напрямую. Вот, я надеюсь, что вы, в принципе, сами это тоже понимаете, вот. Понимаете, что ваши проблемы несколько глубже, чем проблемы интимной жизни, вот. И, связано это, в первую очередь, с тем, что, как вы, вот, сами пишите, да, то, что, значит, значит, у вас отношения были всегда не идеальны. Вот. То есть, всегда отношения были, ну, с проблемами. И проблемы, они имеют такое свойство, да, они имеют свойство нагапливаться. То есть, они имеют свойство, да, развиваться, вот, увеличиваться в размерах, вот, занимать все больше пространства, все больше места в мышлении человека, да, в его психике. И, если их не решать, то они станут очень, ну, очень серьезными. Вот. Смотрите, мне показалось, Мария, что вы, вот именно вы, обладаете заниженной самооценкой. Вот. В первую очередь. Почему? А, потому что мне слабо представляется, а, женщина, да, которая себя, себя любит, женщина, которая, а, себя уважает, женщина, которая себя ценит. Мне слабо представляется, что такая женщина после измены, вот, после того, как мужчина, а, ушел из семьи, вот, чтобы она после этого хотела его обниматься, да, и не только обниматься, но даже, значит, приняла его в семью, да, обратно, вот, и, значит, как-то вот проявляла позитив. Вот. То есть хотела вступить с ним в интимную связь даже. То есть я ведь говорю о том, что вы себя можете недооценивать, либо вы можете бояться, бояться, например, того, что мужчина уйдет, бояться, например, чего-то еще, каких-то еще аспектов, да, ну, по-разному может быть, на самом деле, разные могут быть ситуации, разные могут быть истории, вот, но то, что вы ведете себя в отношениях не совсем, вот, скажем так, равноправно, да, и мне ваша позиция представляется как позиция жертвы, как позиция зависимого человека, который, вот, именно, боится, да, что не будет интима, опять на сторону уйдет, но ведь, понимаете, ваш муж, он же, вот, ну, непонятно, почему он загулял, да, то есть для чего, для того, чтобы у вас не было интима, он загулял, вот. Гражер, то есть мужчина считает, что, если у вас нет интима, он имеет право, соответственно, изменять, вот. Можно ли назвать такого мужчину, любящего, можно ли назвать такого мужчину, уважающего себя, вас и, соответственно, своих детей? Нет, нельзя. И вы, вы никак не показываете, что так с вами-то нельзя поступать, вы никак не показываете этого, а это нужно показывать, понимаете? А не показываете вы, потому что боитесь, боитесь он уйдет на, уйдет на, ну, что он опять будет гулять на стороне, что для вас страшного в этом? Вот, 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 с тем, что для вас в этом страшного и почему бы этого боитесь, да, то есть, то есть, то есть, ведете себя неуверенно, вот с этого и нужно начинать, с этого и нужно начинать, потому что, ну, по-другому, в данном случае, да, по-другому никак, в данном случае, по-другому просто невозможно будет. Вы, по сути, позволяете мужчине все это делать, то есть, он вернулся к вам, но почему он, почему он вернулся, да, то есть, значит, отношения у вас были всегда неидеальны, в чем были проблемы? Почему? Несмотря на неидеальное отношение, да, непроработанное отношение, вы рожаете двух детей, обрекая, как бы, их, да, также на неидеальное отношение. В январе, так, значит, пять месяцев назад мы загуляли, ну, из-за чего, в январе, признался, да, и другая, переехал к ней, ну, то есть, как бы, как бы это с вас, в принципе, чтобы вы жили без него, что вы делали, вот это время, что вы думали? Нет, 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 нет. Вы позволили ему вернуться? Вопрос только в том, почему? Вроде все нормально, да нет, Мария, не нормально, не нормально, не нормально, ничего не нормально, Мария. Ваш мужчина вам изменял в течение сколько? Трех месяцев жил с другой женщиной, вернулся, и вы встретили его позитивом. Это ненормально. Нет никакого выяснения причин, нет никакого, никакого конструктивного диалога, нет никаких условий ваших, что ты не можешь просто брать и уходить другой там и так далее. Ничего этого нет. И мужчина продолжает вас обесценивать. Дальше. Единственная проблема, избегает интима, ворачивается от моей поцелу, выбирает руки, когда я хочу, а мне... На мои вопросы отвечают, что у него все нормально, просто не хочет интима, а я чувствую, что что-то не так. Ну, вот именно, именно в контексте моего ответа, да, именно в контексте моего ответа, я могу предположить, что он не хочет интима, потому что... Потому что он не уважает вас за ваше поведение, из-за того, как вы себя, ну, преподнесли. Вот. Могут быть и другие причины. И здесь, мне кажется, справедливым, правильным будет такая позиция, что вы ему скажете, Дорогой, я понимаю, что ты не хочешь говорить, например, о том, что с тобой происходит, да, то есть я понимаю, я не настаиваю, вот, на том, что, ну, ты не хочешь говорить. Но, скажи, ты хочешь, чтобы, ну, мы, да, чтобы я и твои дети еще раз столкнулись вот с такой ситуацией, что ты находишь другую женщину, да, уходишь к ней и живешь там у нее несколько месяцев. Ты хочешь, чтобы мы столкнулись еще раз с этой ситуацией? Если нет, то давай, как бы, что-то будем менять. Скажи, что тебя не устраивает там и так далее. Если ты не хочешь, если ты не хочешь говорить, значит, ты автоматически допускаешь вероятность повторения этой ситуации, вот. Мне повторение этой ситуации, да, вот, ну, как бы, для меня, да, повторение этой ситуации нежелательно. Я не хочу, чтобы так было. И если ты не можешь мне гарантировать, что этого больше не будет, то, соответственно, может быть нам лучше самодельно побыть, расстаться или что-то типа того. Вот. То есть нужна такая вот четкая позиция ваша. Без нее, без нее вам будет очень тяжело продвигать свои интересы. А мужчина же, он, по сути, просто будет делать, вот, какие-то вещи, которые нужны ему, которые совершенно не нужны вам. И считать, что это абсолютно нормально. Вот. Понимаете? А вот, правильно, мой коллега и коллега сказал, Игорь, летучий, что нужно делать анализ отношений. Вот. Какие у вас отношения, как они выстраиваются, какие проблемы, что делаете вы, что делает он, что можете сделать вы, что может сделать он. Ну, для того, чтобы, как бы, такого больше не повторялось. Но, понимаете, проблема заключается в том, что вы уже согласились на неидеальные отношения. В тот момент, когда, когда стали с ним жить, как бы, в тот момент, когда родили детей. И вот, что это? Либо это страх, обстаться одной, либо это низкая самооценка, либо это просто женское поведение, ну, модель женского поведения у вас такая. Тут надо, надо разбираться. И в зависимости от того, что вы хотите, уже, значит, уже вырабатывать стратегию. То есть, смотрите, у вас по сути отсутствует вопрос. В вашем тексте, по сути, отсутствует вопрос. Вы говорите, что мне делать, как выяснить причину. Дело не в причине. Дело в вас. Вы не меняйте свое поведение и свое восприятие мужа. Меняется он. Это первое. Потому что семья – это система. Второе. Что делать? Что делать, чтобы что? Что, как бы, ну, вот, выясните вы причину и что. Что дальше? А почему вас не интересует причина, по которой он ушел? А почему вас не интересует причина, по которой вы вернулись? А почему вас не интересует причина, по которой вы в ту неделю назад вернулся, а вы там пытаетесь его обнять, поцеловать и так далее? Почему вас это не интересует? Ведь это же проще, это же вы, это не чужой человек, это вы. Так может быть, при этом, чем пытаться понять другого, нужно сначала понять себя, Мария? Может быть, именно поэтому у вас отношения не складываются, что вы, не понимая себя, пытаетесь понять другого. Растворяетесь в человеке, размываете личные границы между вами, и из-за этого он, ваш муж, растворяясь в вас, как бы чувствует, чувствует, что взаимодействует и в буквальном смысле занимается сексом сам с собой. Что неприятно. Понимаете? Подумайте об этом, Мария, подумайте. На этом всё, я надеюсь, что помог вам. Здесь, в принципе, добавить можно немного, немного, да, можно добавить только то, что, вот, понимаете, если в ваших отношениях принято, да, закрывать глаза на, ну, какие-то негативные вещи по отношению к партнёру, на обесценивающие отношения к партнёру, на какие-то ещё вещи деструктивные, негативные, то будет, конечно, сложно достаточно объяснить человеку, объяснить человеку, почему вы перестали это терпеть? То есть, почему вы, как бы, ну, перестали это воспринимать так? Он может подобные вещи воспринимать негативно, ну, начать воспринимать негативно, скажем так. Это не есть хорошо для вам. Поэтому, аргументируйте это, скажите ему, что вы делаете, делаете что-то не для того, чтобы, чтобы унизить, принизить его. Потому что вы поняли, что дальше так жить нельзя, что если он менял, значит, есть проблемы. Эти проблемы нужно решать, но проблемы вы не можете решать одна, это, как бы, проблемы решать оба. Вы готовы работать со своими проблемами, и вы работаете лучше с ними, например, консультируйтесь с психологом, но и ему, ему тоже нужно что-то делать, если он не делает, то возникает вопрос будущего отношения. Понимаете? Вот примерно так. На этом все, надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. В идеале вам и вашему мужу надо бы обратиться к психологу, да, и вместе поговорить обо всем. В целом с психологом. Вот, потом уже можно будет заниматься индивидуально с каждым из вас, например. Я желаю вам удачи, я желаю вам всего самого доброго. Спасибо. 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 Спасибо.